Аким города традиционно в ходе своего выступления рассказал об успехах в экономической, агропромышленной, строительной, социальной, правовой сферах, а также в образовании, культуре и что очень важно для народа в сфере занятости. По словам Ильяса Испанова, открытие новых и расширение действующих производств, развитие малого и среднего бизнеса города позволило в 2017 году создать 9457 новых рабочих мест. В течение прошлого года проведено 12 ярмарок, вакансий, в результате трудоустроено 1127 человек. В прошлом году, согласно комплексного плана, содействие занятости по 86 проектам, 8 государственных и отраслевых программ, трудоустроено 1522 человека. Немалую роль в трудоустройстве сыграло и развитие местного предпринимательства. Мы все понимаем, что они построили, вложили определенные инвестиции, пытаются, чтобы инвестиции вернуть, в первую очередь, там есть и кредиты. Но главный вопрос, там стабильная заработная плата, наши же работники, наши же жители работают в данных предприятиях. Вот недавно запущенная теплица Курайла, Макбал Шагаевна докладывала, даже 37 жителей нашего села, и именно те, которые переехали во время... Переехали во время, в котором мы переехали земельный участок, после наводения они уже там работают. Непосредственно в самом Курайлинском округе в прошлом году, со слов Акима, был проведен текущий ремонт дорожного полотна по улице Женис в селе Курайли. С обустройством тротуаров, кроме того, произведено щебеночное покрытие дороги на 39-м разъезде. Кроме того, семьям, пострадавшим во время прошлогоднего весеннего паводка, был выделен 81 земельный участок в Курайлинском сельском округе. А также на приобретение строительных материалов каждой семье выделено по 1 миллиону тенге. Но жители сельского округа, особенно преклонного возраста, больше интересовал вопрос местных кладбищ, особенно после их передачи в частные руки. Мы считаем, передали его в обход населения, хотя статья 15, пункт 2 говорит о том, что участие населения должно быть в решении земельных вопросов местного значения. Это первое. Без населения все решили, забрали у нас имущество, которое нам принадлежало на кладбище. Это ограждение, это емкости и так далее и тому подобное. И сейчас самое главное, идет захоронение, идет захоронение, без всякого, можно сказать, контроля. Хотя Акимат обязан, раз подписал договор, будь добр, пусть следит за исполнением этого договора. Как рассказала по этому поводу Аким Курайлинского сельского округа Макпал Турмагамбетова, сейчас все вопросы, связанные с захоронением на местных кладбищах, под контролем Совета Аксакала в Курайли. Место на огороженных погостах стоит 5000 тенге, но за работу могильщиков граждане должны платить отдельно или сами браться за лопату. Следующая встреча Акима Актобе и Ильяса Испанова с населением состоится 1 февраля в Новом сельском округе. Антон Пережогин, Алимжан Молдобеков, программа «Факт».